Всем привет, ребята! Меня зовут Егор, вы на канале Квездиде, и сегодня в ролике у нас Коллапс на Пудже. Сразу хочу сказать, что в данной игре у нас попалась половина команды Team Spirit. Это Ятра на Dragon Knight, Мира на Draw Ranger, а также Коллапс на Пудже. В этой игре мы будем следить за Коллапсом. Очень интересно понаблюдать, как играет данный игрок на Пудже в Харде. По закупу данный игрок купил себе Кольцо, Танго, Стики, Ветка, а также Манго. Эту линию он будет стоять вместе с Вивером, вот такой вот закуп имеет данный игрок также. По Миду у нас ДК все-таки стоит, вот такой вот закуп имеет, и Мира на Дровке имеет вот такой вот закуп. Ну посмотрим, что будет у нас дальше. Против него у нас играет Мипа и ЦМка, достаточно сильная также линия, опасная, с тобой он будет все сильнее и сильнее становиться. Посмотрим, как лучший хардлайнер, можно сказать так, будет играть против сильной линии, но не самым сильным и металом героя. Хотя о чем я говорю, это самый сильный герой, наверное, в доте, и самый любимый. Уже хотел замахнуться на ЦМку, но Вивер слишком был далековато и скорее всего не убили. Максимальный экспу Вивера отдал у нас коллапсу, левел 2 он уже почти имеет. Хороший был хук, добивает он рейнджа, разделилась у нас целая пачка, нехорошо конечно вышло, и оба героя пока ее сейвят. Не хотят давить под тавр, хотят играть на своей части карты, оба сейвят. Вот у нас коллапс, сразу же на рейнджа его, все хорошо делает. И Мипа в принципе занимается ровно тем же самым. Левел 2 у нас апает коллапс, хорошо, закачал рот, уже можно будет нападать на ЦМку, либо на кого-нибудь еще. Стану чуточку сильнее. Хотелось бы еще максимально пытается выживить времени коллапс, и Мипа занимается примерно тем же самым. Все-таки хотят играть больше на своей части карте враги. Непонятно кого он хотел хукнуть, либо ЦМку, либо своего карипа, чтобы не пушила целая пачка, играть хотя бы здесь, а не вот здесь вот. Ну да ладно. Идем дальше, посмотрим что у нас в центре пока. В центре у нас Ятора, Ятора против Пака, очень хорошо играет у нас Ятора, просто в хлам опережает его. И тут же Мира, Мира также очень хорошо у нас играет, уже есть у нас ФБ от него. Хороший Кор, хороший игрок. Хороший игрок на всех позициях. Или возможно Ятора сел за его стол? Ну посмотрим. Пошло нападение, пошла колба, напал виверу, вивер отбегает и все буквально. Не хватает у нас урона, убить данного героя вообще. Тут у нас скоро уже будет лотус, идет немножко борьба за него, отличный хук. Туда же пошла граната, шикуча и это смерть. Отлично. Хорошо реализовали хук, хорошо реализовали данную игру. Скорее всего, цемки надо бы уже отходить, а не забирать этот лотус, который нафиг ей не нужен был бы. Есть лотус, есть манго, есть тапок. Очень сильный путь у нас появляется в игре уже. Играет пока по спалам 1-1-1. Дальше хочет себе купить фейсы. Аккуратно нужно играть на мипа, очень опасно, потому что путь просто-напросто с вивером тебя убьет. Очень много у них урона. И опасненько, конечно, опасненько. Опять разделяется на спачка, загуливает вивер, выдвигается он дальше. Не дает отпулить мелкие хотя бы цемки. А коллапс расправляется пока с пачкой. Очень больно у нас виверу. Пошла еще одна колба, пошла граната. Пошла сетка и не поможет коллапс никак своему спорту. И загуливает. Загуливает, заигрался у нас вивер в этой игре. Не хотелось бы, конечно, тоже такое иметь. Посмотрим этот ворс. Хороший у нас рейтинг у мипа. Непонятно, кто это, конечно, играет. И пока кач у нас. Левел 4 имеет у нас коллапс. Все у него очень хорошо. Макс трот. Стягивается на большой. Хочет зафармить его. Но тут мипа и мипа очень пока достаточно хорошо фармит. Можно было бы хукнуть цемку, но вивер был слишком далеко. И не хватило бы урона убить эту цемку вообще. Так что рисковать лишний раз точно не надо. Пошла атака по мипу. Хорошо. Пошла колба. Отличный хук у нас от коллапса. Очень мало хп остается у цемки. И цемка будет умирать. Добивает он коллапс. Отличная сетка от мипа. Добивает очень больно коллапса. Но все-таки выживает. Хорошо. Запуливали. Запуливают его. И дальше себя покупает апнутые стики. Все очень хорошо. Почему мы в принципе нетворцы. И видим такую вот картину. Что вся команда Team Spirit занимает у нас лидирующее место по нетворцу. Очень хорошо у нас играет Ятора в центре. И также очень хорошо играет Мира снизу. 2-0 и 2-0 играет коллапс с Мирой. Ятора пока у нас без скилла в этой игре. Нападение идет на Пуджа. Но убить этого героя невероятно сложно. Разворачивается он. И сразу же нападает на ЦМку. Но нету никого. На этом все. Встягивается у нас вивер на активку. И активку у нас забирает пак. Снизу это Невидимость. Не получилось конечно. Забрать активную урону. Но да ладно. Начинается у нас пуш под катапульты. 6-й левел имеет также у нас Ятора. Сверху все пока. Ничего не происходит. Насели они на Тавр. Хотят очень рано открыть Тавр. Есть также 6-й левел у нас у ДК. И все начинается ломать. Вот у нас замес. Тут у нас уже Рубик. Нападение идет на Клоквера. Очень больно. Скорее всего Клоквер умирает. Ага. И на этом буквально все. Нужно было виверу обратно стягиваться на топ. И попробовать убить все Мипа. Коллапс у нас фармит. Я видел мелкий и большой кемп. Стягивает всю туда пачку. И просто-напросто фармит, фармит и фармит ее. Очень много зарабатывает с этого золота. Какой же огромный фарм он имеет. Какой же будет огромный коллапс у нас в этой игре. Левел 6 он уже имеет. Посмотрим даже. Левел 7 имеет. Только у нас Ятора. И коллапс левел 6. Остальные герои и пак левел 6. Ой-ой-ой-ой. Какой же опасный путь будет у нас в этой игре. Очень много золота имеет. Далее смотрим на центр. Центр заходит. Обходит у нас Ятора со всех мест. Просто снизу, сверху, сбоку. Еще плюс Тимбер летит туда. Господи, как же больно. Ятора просто-напросто умирает. Четыре героя стакнулось в центре вражеских. И это просто халява для Пуджа и для Мира. Потому что они просто фрифармят все это время. Ятора стягивает всю команду просто в центр. Никто не играет под него почти. Ну и саппортов только. Ну и все. Ставит себя Аганим. Коллапс. Хочет усиленный рот. Хороший. Хороший итем. Мне нравится. Юзайца смог на восьмом минуте от команды Дайр. Коллапсу это вообще плевать. Он просто-напросто фармит. Хочется 4 тысячи нетворца на восьмом минуте. Он в принципе этого и добивается. Также у нас Мипа фрифармит. Особо ему никто не мешает. Мне кажется он забирает эту пачку. И дальше стягивается в себе в лес. Забирает это все так же. Очень быстро и эффективно. Есть у нас поинт бустер. Хорошо. Очень много хп имеет коллапс на данном левеле. Также Ятора даже со своей смертью. С одной. Имеет достаточно хороший нетворц. У Миры с его киллами, с его совсем. Достаточно все пока не очень хорошо. Расканил он вверх. Думает, что на него могут кто-то выходить. Нажимает ультимет в крифов и откидывается. Так, здесь у нас встреча. Тут Рубик подбегает. Отличная сетка. Тут ЦМ-ка. Сразу ждет нападение на Пуджа. Очень больно. Тут летит у нас Вивер. Но Вивер не тот, кто бы хотелось бы засейвить. И тут еще был пак. Четыре героя вышло. И плюс еще ракетка залетает. Но ракетка это наша. Но и в принципе все. Ошибается немножко у нас коллапс. Слишком нагло сыграл. Мог немножко играть по Сайвове. Хорошая выходка. Была от команды Дайр. Вышли. Убили. Убежали дальше. Давайте посмотрим, что у нас у Миры. У Миры у нас есть Фалькон. Скорее всего Ятора просто говорит, что закупать. И он это и закупает. У нас у Миры у самого есть Соло Ринг. Брейсер. И буквально тоже ничего. Хочет выйти в Мидас. Думает, что игра будет затягиваться. И хочет быть всегда с Нетворсом. Вырывается он пока на первое место. А Клапс дальше. Подвигается в топ. И фарм его. Хотя можно было уже бегать по всей карте. Но хочет купить себе скорее всего Ганни. И бегать уже с ним. И просто насиловать всех. Миры выдвигается в леса. Пока фармят. Все у него хорошо. Тимбер пока на фри фарме. Забирает Тавр. Ятора. Фармят Мид. Команда Стенулс. Хотят открыть верхний Тавр. На 11 минуте. Сопротивления никакого нет. И просто-напросто Клапс забирает его. Купился топор за 1000. И несет. 1600 золота остается до Аганима. И менее 1000 лидирует команда Рэддин. Хорошо. Подвигается дальше. Фармят у нас Клапс вражеские леса. Открыли они Тавр. И теперь можно вот это вот все безнаказанно фармить. Если только команда вражеская не отнимет это у тебя. 1800 хп имеет данный герой. Очень много хп. Очень много урона. Хотелось бы конечно с кем-нибудь стакнуться. И попробовать убить это. Все. Можно стакнуть большой. И в принципе зафармить. Миру убивает между Т2 и Т3. Очень печально конечно. Начинает его просто-напросто гнобить. Не находит себя он на карте. Нужно было стягивать его уже топ. И выгонять коллапса с этой линии. И просто фармить эндж там здесь. Эндж там здесь. И тут большой. И хотя бы отпушивать верхнюю линию. А коллапсу уже нужно было стягиваться на бот. И пытаться там играть. Чтобы свой кор фармил как можно больше. Но иерархия у них в команде не такая. Тут у нас нападение на клока. Неприятно ему. Можно было в принципе нажать ультимейт. И тогда бы уже коллапс кукнул кого-нибудь. И может быть даже разменял бы паком. Нужно стакнуть энчентов. Коллапс это понимает. Для своего кора обязательно. Он это стакает дело. И все достаточно хорошо. Левать у нас цемка из игры. Будет или пауза. Давайте посмотрим. Пауза есть. Мы сразу же ускоряем игру. Естественно. Все пока качаются. Ничего на карте вообще не происходит. Пытался у нас отвести как-нибудь коллапс большой. Ну плевать он видимо это хотел. Мог хук завязать. Но да ладно. Десятый левел пуч. Есть стаки. По талантам он пока ничего не берет. Играет один хук и 4-4-1 поспалом. Дальше хочет либо зафармить это все. Либо своему кору отдать. Ждет. Все таки решает стакнуть. Мира дальше снизу пока фармит. И так же ятора так же фармит. Есть у него даггер. Есть у него мидас. Одиннадцатый левел. И все таки это коллапс делал для себя. Очень сильно хотел зафармить это все дело. Для себя любимого играет. На себя даже. 7-100 он уже имеет. Хороший он и нетворс. Аганим есть. Можно купить смог. И куда-нибудь уже так точно выйти. Выйти на базу. Нажать смог. И выдвигаться куда-то. Потому что очень бы хотелось бы. Меняет. Меняет закупы. Так. Одиннадцатый левел. Думает что взять. Мне кажется надо было левый брать талант. Ну ладно. Взял себе правый талант. Плюс броне. Тут ми по сурки только бьет. Тут пак может немножко сурки побить. Ну и все в принципе. Атак к замедлению урта. Это прям очень хорошо. Есть аганим. Теперь этот рот просто дамажит кучу урона. Убирает у нас ЦМ. Вразмен будет на Ятора. Ятора также умирает. Один в один у нас пока замес. Также умирает у нас вивер. И даблкил делает у нас пак. Ну пока пассивная игра у нас от коллапса. Видят они пака. Тут четыре героя. Мипа выдвигается на вражеских героев. Не боится никого. Но под своей командой так точно. Мира отбегает в леса и фармит ее. Не хочет он дефать свой Т1. Тут у нас пак. Пошла атака. Отлично. Ультимет от Клока. Пытается он когами как-то что-то сделать. Ссалинсь в никуда от мира. Вернули все-таки пака. И пак умирает. Отличный у нас килл получается. Ятора рез. Пассивница предапрашивается он в мей. Тут у нас каленый мипа. Мипа также никуда не уходит. И минус еще один герой. Хорошая драка. Две тысячи с половиной золота не заработали за это. И менее тысячи уже выигрывает команда Radiant. Хорошо. Менее тысячи остается ему до даггера. Ну и с даггером так уже вообще пойдет игра так точно мне кажется. А то немножко все слишком пассивно. Совсем не стакает с Team Spirit у нас. Один где-то бегает. Этот где-то фармит. Этот где-то что-то делает. Тоже непонятно вообще с кем и что. Видит они пака. Тут у нас вивер. Но пака убить очень сложно. Это не самая лучшая цель вообще. А коллапсу плевать. Он фармить пошел в леса. Отдает фарм виверу. Чтобы вивер был тот же тоже большим. Сам фармит леса. А виверу отдал линию. Можно было отпушить. Но не видит никого на карте. И поэтому боится что-либо сделать. Скан у нас также в кд. И поэтому он играет с сейвово. И хочет рисковать собой. Нажимается смок от команды Raiding. Это ДК и Клок. Подвигаются они на топ. Топ также стягиваются на бот. Слишком агрессивно отпушивают у нас вивер. И видят они снизу мипа. Тут у нас 4 команды. Тут у нас отличный был все-таки байт на вивера. Минус ЦМ у нас. Очень больно у нас мипа. Но мипа собирается. И просто-напросто его убить гораздо более сложнее. Отличный хук сразу же в коге. Все-таки отлично был байт на вивера. И сразу же два героя стянулись на нижнюю линию. И убили. Также вражескую команду. Хорошо играет команда Team Spirit у нас. В голове со всеми ребятами. Пофармим пока эншетов на 18-й минуте вражеских. Сняли они Т1 в боте. Есть даггер. И 5 дополнительных силы. Он уже имеет. Это уже 10 силы. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же много. Выдвигается он пока в топ. Есть у него даггер. В принципе может убить кого угодно. Соло даже. Урона у него очень много. Давайте посмотрим что у нас у Ятара. Ятара хочет купить Амантук. Все достаточно так же. Банально. По заготовкам Ятара играет у нас Мира. Все что он говорит ему то и собирается. Ятара очень пушит этого героя. Вот этого вот. Дровку. И закупается примерно одинаково. В каждой игре. Поэтому у нас и Мира и покупает эти же вещи. Стакаются у нас Клок плюс Путч. Выдвигаются они в топ. Нужно отпушить эту линию. Виру пока где-то пытается какие-то варды поставить. Что-то пытается на какую-то суету сделать. А вся команда Рейдинг пока фармит. Напросто 5000 они уже ведут. Хорошо. Скоро будет БКБ уже у Клапса. Можно хукнуть эту тележку. Да. И линия уже пушится. Уже достаточно все хорошо. Чекает у нас вардык лог на карте. Открывает. Пытается что-то сделать. Ятара подпушивает центр. Нажимает манту. И идет дальше пушить. Клапс. Клапс с даггером обходит вражески героев. В принципе можно хукнуть кого-нибудь. И также убить. Добивает он Т2. Пытается хукнуть. Но не убивает. Не убивает. Точнее не попадает куком. Немножко промахивается. Отходят все враги. Забирают они Т2. Клапс стягивается вообще Блиссом. Не захотел он файтиться. Умирает у нас Рубик здесь. Отличная игра от Клока. Плюс Ятара. И дальше они забирают Т2. Тут у нас хотят вразмен забрать Клока. Отличный ультимейт от Пака. И минус Клок. Хорошо. Размен 1 в 1. Тут у нас Тибер. Шивы. Пошла атака на Ятара. Очень больно. Нажимает он ТПшку. Тут же Колба. И избили ему ТП. И он умирает. Это размен 2 в 1. Даже не добили Тавер. Ага. Ага. Вот оно как. Вот оно раз. Вот оно два. Как говорится. Далее БКБ скоро будет. Но я бы сказал даже не скоро. Через 1200. Он пока просто фармит. Играет на свой кач. На 15-м левеле взял правый талант. Теперь Пуччи еще стал плотнее. Посмотрим что у нас у Миры. Есть Сильвер. И на этом все. Дарья также хочет играть в БКБ. По талантам он закачал левые все таланты. Коллапс. Видит он Мипа через аркетку клока. Угу. Нападать в сел у него конечно не особо хочется. Данный герой достаточно сильный. Или все таки решался. Вот у нас уже стянулся к лок. Тут у нас вивер есть. Команда немножко стягивается. Миры немножко играет далековато от своей команды. И всегда можно было через телепорт подцелить. Нажимает смог вместе с клоком. Выдвигаются они. Надо распушить обязательно пачку. Тут у нас ЦМка. Можно хукнуть через даггер. Отличный хук. Пытается форстафнуться, но никуда тоже не бегает. Нажимает она даже ультимативную способность. Ну и все. Ну и как бы и вот. Минус один и уже хорошо. Стянулся у нас через телепорт мира. Стакнулась вся команда. И выдвигаются они далее. Нажимается ультимейт от Ятры. Нажимается монта. И дальше идет у нас пуш нижней линии. Купился БКБ. И несет. Все бегают, бегают, бегают. Пока никого не могут найти. 2000 лидирует пока. Преимущества все меньше и меньше. БКБ у него уже есть. Хорошо. 17 левел также он пока имеет. Выдвигаются пока на топ. Снизу перетяжка была на топ. Ну и дальше идут топ линию. Пушить тысячу они уже зарабатывают. Слишком мало они пока фармят по карте. Все бегают, бегают, бегают. Пытаются кого-то найти. Но найти сложновато кого-то. Забирают вижен. Открывают его себе. Ятора ломает Т2 в топе. Не видно никого на карте. Нужно играть поаккуратнее. Также могут зайти в спину. И поубивать по одному. Урона у них также очень много. Рошан у нас прилетает в топ. И вся команда выдвигается на него. Команда Дайер даже этого не подозревает. Рошан падает достаточно быстро. Это даже без Ятора еще. Ну и на этом все. Аегис забирает у нас мира. И выдвигаются они дальше. Нужно опушить линии. И далее стянуться все вместе. И сносить уже идти. И что-то делать уже по карте. Обязательно. Ага. От пуш и лимит. И Атора стягивается к своей команде. Через центр. Можно кинуть рандомный хуку. Пробовать на хг. Через ракетку. Ага. Но нет. Никого не видно. И большого смысла в этом нет. Видят, что Мипа находится. И ЦМка снизу. Также находится у нас. На двойке Тимбер. Забирают они Т2 в центре. Хорошо. Там она была вообще каленой. Ну и с Аегиса можно пробовать зайти. Через хук какой-нибудь. Через что-то. Можно. Нужно даже. Есть ДД. Есть ультимативная способность. Есть Аганин. Вообще просто сносится Тавр неимоверно. Только немножко дарьковато играет у нас Мира. Сэйвит коллапсис и что. Отличный хук. Ооо. Рубик. Рубик у нас умирает. Нажимает сразу же байбэк. Тут у нас в темноте на способность пошла в Мипа. Мипа также умирает. И очень больно в команде ДАР. Нажимает коллапс байк. КБ отличный хук. Хук все-таки в пако. Но он целился в Рубика и минус пак. Нажимает жанс байбэк. Также ЦМка. И это 4 в 0 получается. Далее сносят они топ. Безнаказанно просто в соло и легко. Добили топ. Отошли. 9 тысяч уже ведут. Ну и дальше можно зайти по миду. Ровно так же. Дождаться ульт ДК. Он будет через 20. И все. Или по боту. Отпушить бот. Зайти по боту. И также. Есть еще Аэгис. Аэгис у нас 2 минуты. Отойти. Зафармить все. Закупиться. Зайти и сломать. Совсем скоро у нас уже будет Шива. У коллапса. 20 сил он имеет дополнительный. Очень плотный герой. Плиточку себе купил. Но пока держит. 1600 золота до Шивы ему осталось. Достаточно долго. Я так бы сказал. Все таки стянулись вся команда на бот. Нужно было туда поставить кем-нибудь ворды. Хотелось бы конечно. Бьют вражеский вижен. Ну и ломается. Т2 в боте. Сломали тавр. Десятку уже ведут. Очень все хорошо. И дальше заходит у нас Ятором на ХГ. Вместе с миром. Начинают они бить тавр. Очень быстро тавр падает. Тут у нас пак влетает. Сразу же отбегает у нас Ятор. Отличный просто. Даггернаут. Коллапс пытался в тень кого-то хукнуть. Но не получилось. Нажимает Вэл Дискорд. У него также появился. Я даже не заметил. Отличный бухук по Рубику. Рубик очень каленый. Нажимает он БКБ. Ультимативная способность. Ни в кого он пока не уйтует. Отличный Блинк. Минус Рубик у нас. Минус один герой. Также очень больно у нас. Тимбер. И Тимбер также умирает. Нужно ловить дальше. Ловят они ЦМку. Пытаются все-таки споймать. Кук в никуда. И отбегает. Ломает дальше они просто бараки в боте. Я даже не видел, как он купил себе Вэл Дискорд. Сломали они бот. Дальше идут ломать МИП. Пытаются опять вкукнуть в темноту. Но не угадывает. Не угадывает он с врагами. И на этом все. Ломается Тавер. Замеса больше никакого не будет. МИПа не хочет уже идти никуда. Потому что особо смысла в этом нету. Но Калавс, мне кажется, хукнет кого-то. Лоу скилл МИПа или МИПа лоу скилл? Хм. Интересно. Ломается Тавер. Даже не хочет идти под Фонтан никто. А просто-напросто заканчивают данную игру. Вот и все. Вот такой вот у нас финальный счет у команды Team Spirit. Видим, что вся команда сыграла достаточно хорошо. Ну и все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует.